Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Поводом для съемок этого видео послужила дискуссия к моему предыдущему видео, посвященному теракту в Нью-Йорке и возможной закрытии лотереи Green Card 2 Lattery. Я с огромным вниманием и интересом читаю ваш комментарий, и тут меня осенило, что есть одна достаточно весьма щекотливая тема, которую стараются не озвучивать, как в соцсетях, и в тех случаях, когда эта тема поднимается и озвучивается, начинается прямо конкретно такой мегатроллинг и мегаобсуждение. Поэтому прежде чем я сейчас озвучу эту тему, я хочу сразу предупредить, что я не собираюсь заниматься какой-то разжиганием религиозной ненависти, каким-то образом оскорблять чувства верующих. Я всего лишь озвучиваю вслух некоторые щекотливые и неудобные вопросы, которые почему-то стараются не озвучивать. Вот. Поэтому сразу хочу предупредить тех людей, которые будут комментировать это видео и, соответственно, вступить в дискуссию, не начинайте свои посты с оскорбления оппонентов с противоположной стороны, потому что это сразу будет вносить определенный диссонанс и вектор в саму ветку дискуссии. Я уже обратил внимание, что, например, люди, которые в прошлом видео являются, ну, скажем так, последователи исламской религии, почему-то в большинстве своих постов начинают свои первые какие-то посты именно с оскорбления тех, кто уже высказался в ветках обсуждений. Ну, как так вот, тема вот этого видео обсуждения это политика двойных стандартов по отношению между, скажем так, исламской культурой и западной культурой и, соответственно, проявлением, можно так сказать, ну, слабости, наверное, не знаю, со стороны западной культуры по отношению вот именно ислама. В чем это выражается? Давайте просто абстрадируемся от вообще всего и просто посмотрим на текущее положение дел в мире. Когда кто-то едет в путешествие, не знаю, там, по работе на длительное пребывание или просто так с коротким визитом в исландские страны, при пересечении границы строго регламентируется соблюдать определенные культурные традиции. То есть во многих странах, где наиболее как бы радикальные последования религии, то есть такой радикальной форме, женщинам предписывается обязательно ходить в платках, обязательно носить длинную одежду. В каких-то странах даже и предписывается, выходя на улицу, женщинам одевать вот эту прамжу, причем независимо от того, граждане и гражданки это как бы вот страны, где они находятся или просто приезжие туристы. То есть вот такой жесткий регламент с тем, чтобы соблюдать вот культурные традиции той или иной страны, чтобы не оскорблять чувств, соответственно, граждан. С другой стороны, возьмите сугубо европейские страны, там Германию, Францию, Италию, да, какую угодно можно взять европейскую страну или там США, к примеру, возможно даже Англию, без разницы. Любую страну с конкретно выраженной западной культурой, когда в нее приезжают люди вот из этих вот исламских стран, первое, что они делают, они приезжают туда со своей вот этой вот культурой, с халатиками, с пранжой, с накидками и со всякими прочими заморочками. И вот эти вот заморочки, они начинают местному населению навязывать. То есть вместо того, чтобы как-то придерживаться местных каких-то обычаев, как бы в принципе это было принято с разумной точки зрения, они продолжают жить так, как они жили у себя в стране. Хотя с точки зрения логики, если вот говорить о том, что если бы политика для всех была бы одинаковая и не было этих двойных стандартов, если они требуют какого-то особенного отношения у себя в странах, то, соответственно, они встречно должны придерживаться такого же точно культурологического дресс-кода, пребывая уже в другую страну. Давайте немножко так пофантазируем. Если бы, к примеру, в странах Европы в качестве обязательного условия необходимо было бы ходить в зеленых штанах или в малиновых штанах и делать КУ два раза, к примеру. Это было бы как бы обязательное предписание для всех жителей, к примеру, Германии. И вот приезжает человек из, к примеру, какого-нибудь там Йемена, там, я не знаю, из Марокко, в своей паранже. Первое, что ему нужно сделать в аэропорту, это снять свою паранжу и одеть малиновые штаны и потренироваться, как делать КУ перед зеркалом, чтобы, соответственно, не оскорблять чувства немцев, которые проживают в этой стране. Ну, так, чисто пофантазируем, правильно ведь, да? То есть, если немец приезжает в эту страну Ближнего Востока, он, соответственно, или немка, должны следовать ихним традициям. И, соответственно, встречные, если человек приезжает в Германию, он тоже должен сразу следовать вот этим традициям. Но этого не происходит, потому что... И вот тут я хочу задать вопрос. Почему это не происходит? Почему власти той или иной страны потакают вот этим вот прихотям, и население где-то относится снисходительно? В большинстве случаев, конечно, снисходительно. Как бы я смотрел на реакцию местных, американок, американцев, на людей, которые, скажем так, в нас в городе приехали из каких-то совершенно глухих, судя по всему, стран, потому что приходят как разряженные карнавальные шуты какие-то. То есть, вот в этих вот длинных одеждах каких-то там на голове что-то непонятное. Прорезь для глаз, как в танке вот у женщин. Смотрят, скажем так, с нисхождением, как бы, как, ну, не знаю, людей, у которых там какие-то проблемы, может, там, не знаю, межличностного отношения, ну, в основном это всё потакается. Давайте дальше посмотрим. Я вот общался с, ну, с людьми, которые здесь работают в разных областях, в Америке, вот простые, вот, ну, не сотрудники, там, как бы, каких-то офисных супер-пупер-центров, а обычные сотрудники, там, сотрудники кухни, ещё где-то. И достаточно интересная вот такая была картина нарисована, что, к примеру, вот, взять эту же кухню, работают американцы белые и работают мусульмане, мусульманки и так далее. Так вот, почему-то для мусульман делается какое-то особенное исключение. То есть, если, как бы, американцы должны впахивать всю эту рабочую смену от звонка до звонка с определёнными регламентированными перерывами на отдых, отдых, то есть, это строго регламентировано. Мусульмане же, только потому, что они мусульмане, могут прервать рабочий процесс, выйти, там, в определённое отведённое место с этим ковриком и, значит, устраивать эту самую молитву и так далее. Опять же, если им, ихняя форма религии запрещает контакты, там, с мясом, со свининой и ещё с чем-то, они в демонстративной форме отказываются, там, делать то, делать всё, пятое-десятое. То есть, для них какие-то особенные законы. То есть, получается, что какая-то политика двоих стандартов. И самое, что интересное, управление, управляющий персонал, то есть, менеджеры вот этого ресторана или, там, другого предприятия, где приблизительно то же самое аналогичное происходит, они как-то сквозь пальцы смотрят на это. То есть, ну, а если американец, там, поклоняется великому позитронному генератору, и ему для справления лидиозного культа необходимо тоже прерываться раз, там, в час на пять минут, чтобы молитву позитронному генератору сделать, ему это позволено сделать или нет? Вот такой вот интересный вопрос. Почему-то это не получается. То есть, вот, что я хотел озвучить. То есть, получается, что какая-то политика двойных стандартов. То, что позволяется и позволено и допустимо для мусульманных людей, которые приезжают из стран с этой культурой, в страны с западным образом жизни, для них допустимо и встречно, значит, соответственно, какой-то негласный закон и предписание, чтобы жители этих стран относились вот к этим вот чудачествам с пониманием, понимали это и, соответственно, принимали это. Вот. То есть, почему такая политика двойных стандартов? В чём это связано? То есть, то ли властям это выгодно, то ли боязнь какая-то, я не знаю, то ли выгода. Почему вот эта политика двойных стандартов сейчас повсеместно присутствует практически во всех странах, в США присутствует, во всех странах, где есть чётко выраженный западный образ жизни. Ещё раз повторю. Я никоим образом не хочу разжигать какую-то религиозную вражду между людьми. Не каждый верит во что хочет, это его личное персональное право, но я считаю, что вот эта вот вера, она должна быть у человека в пределах его собственной квартиры, а не в публичной декларативной форме должна провозглашаться за пределами квартиры в эпатажной форме, ещё в такой навязчивой. Например, то же самое, как если бы вы пришли слушать в концертный зал классическое произведение музыки, а вам со сцены и ваш соседушка врубил бы какой-нибудь непонятный гангста-рэп, который на вас бы действовал как жуткий диссонанс. То есть, ещё раз повторю вопрос. С чем связана вот эта политика двойных стандартов? То ли это проявление слабости, то ли какая-то выгода властей, то ли что? Объясните мне, пожалуйста, с чем это связано? Хочу услышать все ваши комментарии и, соответственно, блокировать будут только людей, которые с самого начала выступают с какими-то хамскими высказываниями и, соответственно, пытаются декларировать свою собственную исключительность. Хорошего всем дня и думаю, что в ближайшие сутки я вас порадую ещё парочкой видео, которые позволят вам напрячь мозговые извилины и, соответственно, высказаться. Субтитры подогнал «Симон»!